Сегодня у нас 13 мая 2016 года. Вот подъезжают наши братья с Барнаула. Иначе он снимает на видеокамер. Это брат Андрей за рулем. Ну даже не брат Андрей, даже кто-то другой. Вот они подъехали. Сергей Павлович, мерьте обратно. Это не надо. Это Иосиф. Устинов. Открывать болт? Да я думаю, не надо. Он хотел обратно ехать. Мы посмотрим сейчас. Ну что, убегали. Христос воскрес. Да все снимает он. Ой, давайте. Давай, снимайте. Мир вам. С машины все, возбежайте. Помогайте быстрее. Ну, спаси Христос. Так, все. Что, я выключаю или что? А? Выключаю? Ну, выключаю. Все, тут одного хватит. Вот я уже в Потеряевке сегодня, тринадцатая. Это моя сестра, а козочки ее сына. И приехала Ангелина. И вот у них такие есть. Она о чем просила у Бога, так и получилось. Ну-ка, давай сюда. Что она просила у ней, чтобы было? Красавица. Она и говорит. Сережки у нее под грудью. Подержи голову. Я, говорит, помолилась, а чтобы Господь дал бы мне. Держи, держи, держи. Мне бы, говорит, чтобы сережками родилась. Ага. Ага. А тот брат ее. И говорит, представь, родилась с сережками. Ну-ка, поверни ее маленько. Глянь, э-э-э, бороду жует у меня. Ага, ага. Алло, 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 подожди, да ты что делаешь, а? Бороду заживала. Я же не себе что. Ну-ка, где она? Ну-ка, сережки покажи. И только у козочки сережки. А у козлика нету? Нету, нету. Они двойняшки, да? Вот с тем, вот, брат, вот, брат. Держи, я козу, это самое, сережки-то сниму никак. А это брат с этой, брат. Их трое было. Ну-ка, подожди. Плохо, что никто меня не снимает. Она у меня бороду жует. Ага. Это Ангелина попросила, да? Да. А батюшка что сказал? Нет, она и говорит, хочу еще овечку белую. Ага. А у них была овечка, и она пошла ее загонять. А овечка что-то блеет. Она говорит, ну что ты там стоишь, давай заходи. Ага. А смотрю, говорит, в углу. О, двойня лежит. И один белый-белый. Ой, говорит, а я только помолилась, попросила. Белого. А овечка не белая. Овечка не знаю какая. Один пестрый. Ты смотри, она жует меня вот это. Ну-ка, да че такая, а? Все подряд съедают. А батюшка и говорит, стоит только помолиться, и ей все по заказу. Ну, это любовь. А вот и уточка у нее сидела, парила. Ага. Она и говорит, ой, ну хоть бы дал бы, Господь бы, штук семь, больше не надо. Уточка вымонит семь штук. Ну, это, знаешь, вот анекдот какой-то. Ну, как, наоборот, Вера такая. Вот она подошла какая. Да она маленькая какая. И сразу жевать что-то надо. Все, платье заживало. Вот этих три было, три брата. А вот он, брат. Вот это и брат. Вот это и брат. А это вот трое. А один был крупный и помер. А че? Не помер, а сдох. А, ну, сдох. Сдох, сдох. А то мальчик, девочка, никак. Козочка, козлик. И все три козлика вот в одном помете. А козочка одна. Ага, одна. И та с сережками. И та с сережками. Ну, она уже заранее хочет привлечь козлику. И она прям так рада, Лея. Это надо видеть, как она. Она говорит, знаешь как, смотри. Она говорит, мам, я так хотела, говорит, козочку и все мутят. И говорит, как круто, нет, сука. Это свекровка, моя сестра Валентина Тихоновна показывает. Я это видеть надо, ее радость. Ну, вот так. А то кто же там идет-то? Исааки такой большой? Исааки, ага. Ничего себе. Так вырос, ты знаешь, как парень стал. Исааки. Вот какие имена здесь. Ага. Вот, там растет, подрастает такой же, наверное, Еремия. Ерема зовем. Старший брат Терентий. Вот. Вот это да. Ну, она маленькая, полметра длиной-то. А это все ветки все объедают. Ничего не останется. Валя. А они все тополя съедят. А они? Тополя все съедят. А они все сжирают. Ну, тогда, значит, на собрание и на костер. На костер. На костер. Хозяин. Все тополя, все будут съедены. Ну, тогда... Им разницы нет никакой. Они все сожрут абсолютно. А дядька, помнишь, говорил, Валька, говорит, ох, постылая скотина. Да. Я нам... Пасха-то, овечник-то. Пол-лета пропас, собрал их и повез раздавать. Невозможно. Я их назвал... Козлы, главное, это ЦК партия. Они идут, главное, по тянутому болоту. Чего же делать-то, а? Ну, подумайте. Как блеют красиво. Вот встретился. Дядя приехал. А деда у них. Дал же Господь, как написано, сынам человеческим... Занятия, да? Занятия сынам человеческим. Это очень здорово, потому что и аппетит хороший, и сон... Они сами не колются, за меня никто не сделает. А это Владимир Александрович. Я не делала свои заботы. Это мирская фамилия, это... Севолода, Славгородского епископа. Я не уважаю. А у тебя нет колумбе? Колумбе, если колумбе. Дай, я могу колумбе. Я не хочу. Я поехал, было тут второе озеро рассматривать, где делают. А потом, думаю, разойдутся, вернусь. Вот, пожалуйста, пенсионер. Вот как. А то показывает, как колоть. Вот так. Вот так в деревне, Коля. Это что, ветла? Ветла вот брали зимой. Вот она, когда попадает... Вон она, где-то пенек грызет. Она абсолютно все сжирает коза. Все топольки, они вот эти сидят. Пермидальные. С сучками, оно все. И дерево, это, сказать, березы, и все. Их надо куда-то заставать, вот в эту, в оградку. Вот когда вы сучки вам попадались там. Привязывать их на ошейник. Иначе ничего не будет. Все абсолютно пожирает. Черемуху грызут. Привязывайте, а гаражники. Я бы не туда не посылай. Они все сожрут. Какие. Вот так. Вот такая жизнь деревни. Вот приехал один сын, второй у них. Шесть сыновей. У сестры моей и дочка. Вот это особая порода. Сыплята. Красота-то какая. Как эта порода называется? А? Вот эта? Адлеровская. Какая? Адлеровская. Адлеровская. Надо же, куда зашла. Адлеровская. Еще себе. Их какие у них, какое жабо. Это, то есть, вот воротничок какой. Вот эти. Красивые-красивые. Вон. Там еще приехал. Кирил. Кирил идет. Это Анфиса племянница. Это внучатка. Это племянник мой. Вот еще. Дальше идет моя голубятня. Вот сегодня я приехал, на второе озеро поехал. А это, любоминая бабушка. Какой евро ремонт своему домику сделала. Евро главное. Как будто мы сами не умели. Вот видите, какая улица называется. Моей матери. Улица моей матери. Марии Латкиной. Это утверждено было в верхах. Мать героиня, родившая, воспитавшая 10 детей. Муж инвалид отечественной, Великой Отечественной войны. И на руках еще мать была ее, бабушка, у которой три сына на фронте погибли. И она первая сюда приехал восстанавливать. А, это Иосиф. Я думал, Кирилл. Вот так. Видите, как в деревне живем. Вот я первый день приехал. И как интересно везде. Поеду дальше. Я приехал домой в деревню сегодня. Смотрю, тут курицы ходят. Как все интересно. Какой петушок знатный. Курск. А то у него гарем такой. Ну, что испужались. Моего голоса не знают. Скорее бежать, бежать надо куда-то. А он повел их. Пожалуйста, атаман. Сколько куриц и все слушаются. А у сегодняшнего мужика одна баба и то не слушаются. Куда ее, говорит, лукавый заведет. Без руководства мужа. Ну, он петушок. Пример показывает. Он как крикнет, они все сразу бегут. Вон они где. Это Надежда Васильевна. Мы называем парник-теплица. Вот. картонный зал. Картонного здесь держали много. И так прозвали. И картонный дом тоже так пошло. Вот сейчас я уберу. Еще они закрылись, когда тут. Вот оно все здесь. Вот оно какое дело. Вот разные мешки, газеты, растопка. А тут и ласточки живут. Кто закрыл, непонятно. Надежда Васильевна. Надежда Васильевна нету. Привезла вот кучу опилок. На огород надо носить. О, нету хозяйки. За не могла. Вот. Форточка открыта. Ломает ее ветром. Хлопает и хлопает. Закрыть не закрыть. Да. Без хозяина и дом сирота. Вот у нее все здесь. А никого нету. Вот показать все как. Пало ограда. Почему? Об этом все написано в писании. Ограда пала. Пошатнулась. Хозяина нету. Мужской руки нету. Ой, я что сужу-то? Так это моя рука должна быть здесь. Правда же. Вот моя хозяйка-то. Ну ладно, как старобрядцы говорят. Лежала на тысячу лет. Пусть и дальше лежит. Не будем мы из-за этого. Смешок, конечно. Ради смеху. Ну вот так. Запасное что-то в доске. Вот баня. Это баня. Пройти нельзя мимо. Там вон вверху гнездо лостащиное. В предбаннике. Приходится открывать все время, чтобы не сжарить их. Ну и все пока. Потому что тут закрыто. Пол поднятия. Вода стекает оттуда в яму. Яма вон там прикрыта. Яма. Она глубокая яма. Метра в два. Закрыта немножко, чтобы было. Тут лежат мордушки. Морды называется. Ловит рыбу. Вот видишь, как все в деревне. А в городе ничего этого нет. Ничего нет. Паразитический образ жизни. Телевизор, туалет, холодильник. Вот и все. Такую старость заработали. В деревню надо ехать. А здесь скворечников на каждом шагу. А здесь видишь, какой у нас антенна. Потеряевки. Мы не пензенские горизотворники. А там у меня голубятня. Четыре этажа идет. Четыре роста человеческих. Вот так. Два, три и наверху четвертый на крыше. А вот это вот называется у меня балерина. А что такое трехэтажное? Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Она на кривых столбах. Ну как, ноги балерины. И я ее прозвал Барри Лерина. И все звали балерина, балерина. А вот прямо напротив скворечника, дальше. Дальше это уже лагерь. Прямо дети идут. Вот дорожка тут и туда. Тут все. Три усадьбы впритык. Вот где балерина. Вот где-то скворечник стоит. Это здание скворечник. И Надежда Васильевна где живет. Три усадьбы рядом. Это принадлежность лагеря. Хорошо нам здесь. Все. Дрова. Я вот нахожусь здесь. Недалеко от южного пруда хотел делать. И вот здесь жили люди. Показать, как жили. Видите, какие березы интересные. Вот все это в деревне только можно видеть. Вот какой отросток у нее. И здесь жили люди. Вот это у них тут озерко было. Прямо под боком. Даже не верится, что все так заросло. А вот осинкой свалилось что-то. Вот она водичка тут немного есть. Видимо, когда-то тут была вода все-таки. И тут были люди. И все они делали, рыли канавы. Копали канавы. Вот. Вот одна из этих канав передо мной. Сейчас. Эти канавы тянутся. Отгораживали грань, называется. По скотину, где пасти скотину. И она тянулась. Ну и километров можно все взять. Около 10 километров. И ширина какая? 4 метра. Ну это было когда? Ну в 17-м году. 100 лет назад. 100 лет почти. И вот какая глубина ее была, дропообразить нельзя. Тут сейчас вода еще стоит. Вот пока за черемуха. Тех людей нет, они ушли. Я захватил последний. Какой мой возраст-то? Жили кочкины. Бедно-бедно жили. Вот она семена прятала у других людей. Дети все поедали. А растоплять спичек нету. И она придет, уголь возьмет и в руках тащит его в руках. С ладошки на ладошку перекатывает. И вот здесь мы были, когда вот здесь уже приезжали в лагерь детский. И копали ямы, прятали картошку. Тут у нас картофельное поле было. Вот здесь копали. Как-то нам помогали спахать. Картошка была... Ой-ой-ой. Это больше килограмма, наверное, вес каждой картофелины. И вот здесь показать хочу, как жили люди. Это уже последний домик Потеряевки с южной стороны. Вот он, Саманной. Приезжали, собирались люди все вместе, назвалась помощь. И били глина, и солома. Солома, глина, жидкая. Вот это вот было, ну, сколько? Может быть, 80 лет назад. И все стоит открытое всем дождям, всем морозом. И еще не столкнешься. Вот она плотно стоит. Видите, какая солома. Она там перегнила. И она скрепляет, как арматура. Вот. А то, видите, какая. Довольно большой дом был. У них много ребятишек было. Заворот сделал. Пластик упал. Вот она идет, как Саманной. В Египте, дьявол, Израиль. Вот сколько. И мы тут приходили, и картошку прятали. Выкопали большую яму. Вот она, яма. Врос человека больше. И картошку туда. А когда приезжали в лагерь, пастухи там в стороне. И никто не знал, есть где или нет. Тут такие тополя. Это два человека не обнимут ее. Огромные-огромные тополя. И березы такие же. Просто огромные все. Вот рядом тополи. Вот видать он какой. Я издалека потом покажу. Жили люди и нет. А если они не спаслись? А если душа в аду? Только об этом думаешь. А они жили как попало. У них все шофера заезжали. Дальнобойщики. Одна была Кушка Горбатая. Кушка звали. Что за имя такое? Кушка. Наверное, как-то переделан. Вот как Лукерия. Это, оказывается, Гликерия. Ну, как-то у русских это быстро переименовывается. У нас вот был Мидон. Мидон, оказывается, Дори-Мидон. Ну, а кто будет? Вы говорите. Дори-Мидон. Дори-Дори. Вот тополя. И когда эти земли отошли уже к другому, там, Мамонтово, и тут был, вместе я-то взял рыбокомбинат их, север. И он все это в кучу сбил, то у людей оставалось тут в куче. Вот они, огромные тополя. Ну, сколько им лет-то, ну, с тех времен. Он 25 лет по Теряевке будет. Да 20 лет не было. А то уже 45 лет. И при нас еще они росли, там, может, лет 50 до нас. Ну, так вот. Место богатое очень. Просто богатое. Земля такая, все растет. Житница Сибири называется Алтай. Слово Алтай-то не русское. Вот оно как. Вот я отошел подальше. Это еще не так далеко. А дальше, если пройти, видно будет деревню. Вот эта дорога идет из деревни. А там дальше я как раз показывал, какой пруд хочется заложить. Выпустить воду, остатки есть. И чтобы тут и рыба была, и отдыхать. Ну, в лесу прямо. Красота. Ну, сейчас там, видать, деревня. Это Люба Минаева домик. Дальше там посмотреть лагерь отсюда, видать. И вот эти тополя. Не знаю, видать, нет. Не вмещаются даже. Даже вот как далеко отошел. Вот так. Благословенное место, бог дал. Первое поселились тут Потеряевы. Потеряевы фамилия. А то теперь обыгрывает слово потерялось, потерялось. Потерялось много у людей, которые Бога находят. Прежнее теряется, а новое находится. 21 тысяча сел. И вот на этих принципах не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Нигде пока нету. Да и не найти таких людей. Я в краевой администрации сказал, они засмеялись и говорят, да у нас тут ни одного такого нету. Статистика вся дура врет. Как в фильме внучка президента, там она говорит, Машенька. Вот такое дело. Поеду. Братьев не видать, это заготовку веду. Откуда вы идете-то? А? От папы с мамой. Бабы ходили? Да, мы заходили. Ну, хорошо тут. Это кто у меня сидит-то тут? А? Назарий, ты где был? В бане? Тоже в баню ходил? Разукрасили его как? А ты где был? Тоже в бане. Ну, в Орлаам. Видите, какие имена тут чудесные. В Орлаам, тут Назарий. Не скучно? Дома-то какие у тебя там овечки? Цветные, белые. Белые. Значит, я говорил по делу. Что-то надо делать с ними. Иначе все тополя и козы сожрут. Коза, вот отец наш всю жизнь был, 40 лет пастухом. Начинал посылы из скотины. Она везде лазит. Она хорошая, но на привязи, когда держать ее. А пускать никак нельзя. Ничего не будет. Ну, мы забот делаем для них, чтобы... Ну, значит, что-то надо подумать, чтобы не в тягость было никому. Мне они очень понравились. У них свет такой, как вот, я сказал, хорьки были. Такой зверек. С такими подпаленными, как будто кто-то поджаривал его. Ну, все, Назарий, так сказать. Это Орлам один подался. Давайте с Богом. Вот. Это Алешина жена. Каждому дню радуется. Что только не было. Все просит у Бога. И получается, с сережками просила козочку. Она с сережками родилась. Хотела семь уточек. Семь именно. А она снесла и не стала. Говорят, молитва где Бог? Вот живой Бог. И она тут, говорит, руки поднимет и прямо вокруг оси повернулась. Господи, да как ты близок-то. Вот так. Видите, как одеты. Как люди живут. Тоже жители из Новосибирска приехали. В деревне жить надо, чтобы человек не один был. Одному тут ничего не сделать. Она готовит, обед там сидит. У Алеши братья приезжают. Их четыре, пять братьев. Их шесть братьев. Вот так. Я не вижу. Там Иосиф вышел, тоже смотрит. Какая помощь нужна. Кто еще только где-то маленько, уже все бегут на помощь. Вот так. Моя попутно покажу. Голубятня моя. Все шарик. А что тут говорить? Слоны и коты. Все непонятно. Курицы и голубы. Голубь варкует. Вот они там у меня залазят. Это где-то еще. Все они понимают, что ли. Это дикие голуби. Специально приучают. Они уже живут здесь. И абсолютно здоровая обстановка делается. Большое удивительное. Пусть стоит зависит, с чем это связано. Вообще неизлечимая болезнь. Вертлящик. И чем изгоняется? Пока не было ни одного сбоя. Ни разу. Стопроцентная. Пока у меня гарантия. Конечно, мы молимся. Святой водой освещаем. Голубятню голубей. Сегодня 13-й мы приехали. Он говорит, что хозяйство делает. Дом, думаю, поднимать здесь рядом. Фундамент есть. Там курочки. Это вот Павел. Домик тоже, если бы мы приобрели такой дом. А тут наш брат Виктор ехал. Ехал на тракторе. И сломалась машина. Что случилось-то? Колесо отвалилось. Это вообще страшное дело. А как оно отломилось? Ну, ось целая. Просто открутилось, видно. Отвалилось и все. Открутилось. Не досмотрели. Выходит, не досмотрели, да? Ну, может быть. А то колесо не сломалось там. Да нету. А то что-то оно боком как-то стоит. А я эти толкушки сделать. Подушки железные под рельсы на шпалах. Ну, и две дал сейчас Роману. Трубы дал. Он сейчас, говорит, сварит нам, сделает две толкушки. Вот видите, какой, говорят, тракторенок. Вот ему не повезло. Сломался. Видите, вот возится с ним. Это в деревне целая аллейка. Березок посадил. А в городе что-то посадишь. Да они не растут там от газовых. Ну, ты просто воткнул их. А глоблю, говорит, посадить и лего вырастет. Вот. Хороший-то хозяин. Вот этот дом ему до ума его довести надо. Жить-то можно. Он прочно стоит на фундаменте железобетонном. Большой железобетонный подвал. За все утеплит снаружи. А то придумали ломать. Что ради ломать-то? А вверху там у меня были голуби. Когда я тут жил с Павлом. Голуби. Ну, получилось так, что отдал тут одним. Жили чужие люди совсем. Где голубей нет, видать, съели. Похоже так по всему. Голуби были такие. В облака уйдут. И не дождешься. К утру может придут. Очень породистые. Вот так. Вот как выглядит из деревни. Вот здесь вот Надежда Васильевна. Тоже еще не приехала. В прошлом году мы вырубили все. Здесь участок у ней подняли. Можно даже глянуть его сейчас. Как вот это все. К осени мы прошли. Вот тут упала ограда. Но сучки-то наваленные. Тут ничего не залезет. Вот так. Ну, если где-то будут поднимать. Участок большой довольно. Тут открытый он. Вот это бойкопарышев. Перь бойкорщевный. А вот эти-то они могут не мешать. Сторонки совсем. А если еще так бурдозер еще нынче будет их. Загоним. Да вонютые как не бывало. Это можно сделать. Все приходится оставлять. Человеку исполняется определенное число лет. Сейчас пришел Игорю говорю. Алабай, это твой узнал меня. А он всех узнает. Он не лает. Я говорю, ну хозяина. Какой он, Игорь, не такой, такая собака. С чем-то похожая. У меня собака была куплена. Люди говорят, она до того на вас похожа. Такая же печальная. Говорит, я еще раз и печальная. Я никогда не бываю. Ну, мне такое выражение какое-то. Она послала со мной Берта. Кто ее учил? Человеческое имя почему-то данное. И она вот идет как с челночным методом. Всех овечек подгоняет. А большие ворота овечек загоняет. Последнего ягненка носом ткнет его, чтобы он зашел. А уже к овечкам в оттуда стойбище не заходит. Однажды бараны, я не знал, они дрались. И урок надломился, там черви. Но он попер куда попало. Она его догнала и ухватила за рог. Повалила и держала, пока я пришел. За рог повалить и держать. Вот какие собаки умные. Сама была черная, как смоль. И вот она у меня, видимо, перегрелась. Одна же заболела. И ничего не ест. Я маме сказал, мама, она ничего не ест. Сынок, она бережет себя. Оказывается, когда больный человек, не надо есть ничего. А не то, что чего тебе поесть надо. Воду пей. Вот так. Везде, везде ласточки летают. Вот куда не посмотришь. У Игоря там их куча. Он сейчас едет. Барабаш и Игорь будут. Как они ставить, посмотрим. Вот так. Он уже сказал, что все. Не насмотришься и не надышишься. Сейчас пошел к мне, Алина Александровна. Она говорит, ну уже в огороде-то все прибрала, посадила, цветы, цветет. И говорит, самое главное-то, не надышусь, я с города приехала. У нас ближайшая труба заводская, 150 километров. Если с той стороны бы ветер дул. А роза ветров показывает, дует с обратной стороны, а оттуда 200 километров нет ничего. Да там больших заводов-то нету в Кулунде. По-моему, так. Вот, что-то где-то случилось, батюшка уже тут. Вот священник. Он с тарелкой не ходит. У него овечек до 100 штук держит. Он вполне достаточный. И где еще случится, помочь, храм сгорел, он везде успевает. Благодарности идут от Московской Патриархии. Посылают. Даже из Томской епархии. Ростислав этого показал. А вот он с Терентием. Терентий желает жить в деревне. Его сын. Закончил строительный институт. И побыл в городе, поработал. Говорит, невозможно. Посмотри, как они будут сейчас делать его. Одно дело Терентия. Бороды нет. Но он начинает, будто бы уже не трогает ее. Вот это Терентий. Вот с малых лет. Как у них Ерема. 8 лет уже на машине, на тракторах все уже. Терентий. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok турманы не видно ничего я не умею показывать ладно